Привет-привет, всем привет! Ну вот, я вернулась из очередной поездки в Прагу. Прага для меня стала, знаете, как моя мама сказала, то есть самой старой, доброй старушкой нашей Европы, которую мы все так любили видеть в старых французских фильмах, и которой так нам сейчас не хватает, потому что, к сожалению, как вы знаете, Франция превратилась в такой филиал Ближнего Востока, которая наполнена не французами и не их жизнью, а жителями Ближнего Востока и их жизнью. А жителей Ближнего Востока я могу понаблюдать у себя здесь, непосредственно на Ближнем Востоке. Поэтому Прага на данный момент для меня именно та Европа, и я всегда любила там гулять, и теперь это одно из моих любимых развлечений, так ненадолго съездить в Прагу, и, конечно, кое-что прикупить, потому что цены там дешевле, как и во всей Европе, допустим, в той же Заре я про это рассказывала. Кто смотрел мое видео из поездки, а кто не смотрел, ай-яй-яй, стыдно вам, посмотрите. Оно вышло не так давно, если не забуду, ссылку оставлю внизу. И цены у нас на 30% дороже, чем в той же Заре в Европе, или даже в Греции, ну, в любой стране Евросоюза. Израиль, как вы знаете, не Евросоюз, но у нас безвизовая зона по всей шенгенской зоне, безвизовый въезд по всей шенгенской зоне, и при этом мы не резиденты Евросоюза, то есть мы получаем еще и tax-free, то есть примерно там выходит процентов 7-10, когда-как, когда-как повезет, в общем, 10 плюс-минус. Вот, поэтому прибавьте к тем 30, еще 10, выходит 35%, что не так плохо. И начнем мы, наверное, не с того, что я привезла, а с того, что я купила в израильском duty-free. А кто не знает, сравниться с израильским duty-free может разве что в какой-нибудь Дубай, Абу-Даби или что-то такое, может быть, американский duty-free, но никакой французский, московский или какой-то другой duty-free не сравнится с израильским duty-free, особенно с его ценами и выбором вообще масштабами происходящего. И так, купила я там себе парфюмчик. Всегда там есть, кстати, какая-то акция выгодна не на то, что я купила парфюм, но вот, допустим, на парфюм типа, я не знаю, стелаудер, Yves Saint Laurent или там что-то такое, Clinique, Lancome и все остальные марки, кроме там каких-то уже супер-нишевых типа Chanel и типа, я не знаю, Tom Ford или какой-нибудь еще что-то, на большую часть парфюмов есть акции типа что-то купи на 200, заплати 150 долларов, а это уже супер-классно, согласитесь. Итак, я купила себе 19-ю Chanel, выглядит она вот таким вот образом, это коробка, я храню все свои парфюмы без коробок в своей гардеробной. У меня в гардеробной, как вы понимаете, нет прямого доступа солнечных лучей, ультрафиолета, а парфюм уничтожает именно ультрафиолет, а не просто свет, да, который вот у меня сейчас лампы горят. Поэтому ничего страшного с ними не происходит и без коробок. Не люблю копаться в этих коробках, их открывать, закрывать, для меня это лишняя занятость, которая просто мне... Я не буду пользоваться, что там происходит. Я не буду пользоваться парфюмом, если надо вот это с ним возиться. Итак, вот 100 миллилитров Eau de Toilette, там был еще также Eau de Parfum, я взяла именно туалетную воду, потому что прошлые у меня тоже были в этой вот форме туалетной воды. У меня, по-моему, есть парфюм 19-я Powder, если я не ошибаюсь. Да, Eau de Parfum у меня есть вот такая вот пудровая версия, не очень ее люблю, мне ее подарили, как я рассказывала, когда я просила вот такую 19-ю, мне подарили вроде как девичью, а мне она не нравится, мне больше нравится вот эта. У меня есть вот такая вот старая, видите, вроде бы вот здесь 100 миллилитров, и здесь эта, и эта туалетная вода, но вроде бы они немножечко ее изменили. У меня вот этой, наверное, лет 20, чтобы не соврать. Мне она досталась по наследству, можно сказать, от бабушки, она была полная, запакованная была. И вот столько осталось, я ей не пользуюсь, я ее оставила просто на память. И вот здесь, видите, здесь уже идет пульверизатор, такая вот золотая крышечка, она более зеленая, это такая и была вроде бы, да. И тут вот у старой, видите, это большая вот, и пульверизатор открывается. Мне там не нравится этот процесс открывания-закрывания, очень приятный. Поэтому вот такой вот парфюм, он мне стоил 110 долларов, то есть это где-то 450 шекелей, в Израиле его нет. То есть все говорят, продавцы, да-да-да, я завтра получу, ни один еще мне не позвонил, они сказали, что он его получил. И приблизительно он должен был стоить у нас в стране шекелей 700-800. Соответственно, за 110 долларов это, по-моему, просто великолепно. Как я сказала, на Шанелю, сами знаете, никогда нет скидок. Так, завещала нам сама Coco Chanel. Право королей завещать то, что они хотят. Дальше сегодня на мне помада. Вот такая вот интересная, на мой взгляд, цвет. Это помада от H&M, у меня есть еще одна. Я их не набираю по 15, я всегда покупаю одну, потому что помад у меня немало, как вы видите, вы видите, здесь еще не все. Поэтому в прошлый раз я купила себе вот такой вот серовато-бежевый. Этот цвет у нас L15B 010, я не знаю, какая цифра из этого правильная. А этот цвет Brandy Snap L12C. В общем, вот такой вот цвет. Она просто как масло, потрясающие помады. Видите, какой красивейший цвет. У H&M мне нравится именно вот это, по-моему, у них там есть какие-то блески, еще что-то. Но вот эти вот помады, они стоят около 10 долларов, что-то такое, 10 евро, 10 долларов. Не суть важна. Они потрясающие, просто такой золотой стандарт кремовых помад. Очень они мне нравятся и всячески рекомендую, если у вас есть возможность, их попробовать, если вы вообще любите такую вот текстуру кремовой помады. Так, про помаду сказала, духи показала. Давайте перейдем к чашкам. Я всегда покупаю себе бокалы из Starbucks. Я вот думаю, может быть, сделать такое видео, показать, что у меня есть. У меня есть и термические, и отсюда, и отсюда. Очень люблю. И вот в этот раз купила два. Вот такой вот уже в аэропорту прикупила, потому что у меня оставались чешские кроны. Тащить их с собой как-то не было смысла, поэтому прикупила. Вот эта чашка, она стоила что-то 12 евро. Вот такая, и здесь не просто напечатано, здесь оно как бы, как это называется, вырезанное, да? То есть оно объемное, оно такое 3D и раскрашено. У меня здесь сейчас горячий чай, и здесь, конечно, есть, видите, их фирменное. Вот такая вот. Она такая плоская и широкая. Обычно бокалы повыше и как бы поуже, а здесь она очень большая и широкая. Очень она мне нравится такая вот. Минимализм японский, буквальном смысле слова. Черное, белое, такой четкие линии. И дальше я прикупила, себе еще даже не открыла, вот такую вот. Еще одну. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, это была рождественская, да? Видите? Рождественская тема. Хоть у нас и нет Рождества, но мне это не мешает. Это очень приятно. Все равно вот такая вот чашка с прагой. Тоже здесь внутри надпись. И тоже, видите, она объемная. Это уже стоило дороже. Здесь вот есть фирменный знак и все. Это уже стоило, по-моему, долларов 25. Но она просто великолепная. Очень мне нравится. У меня есть еще одна тоже. Я думаю, я все-таки сделаю отдельное видео, вам покажу, что у меня еще есть. Из-за чашек именно из карбаса. Пока ее закрою, я ее не нашла еще места. Я ими всеми пользуюсь, просто не всеми сразу. И поэтому, пока я не нашла им места у себя на полке, она будет лежать в бумаге. Теперь давайте перейдем, что же я купила в Заре. Нет, Зара, подожди. Сначала покажу вам Маркс Энг Спенсер. Мои соседи в опят. В Маркс Энг Спенсер я обычно хожу всегда, когда бываю в Европе. Я там покупаю нижнее белье. Кто не знает, трусами я здесь не буду у вас трясти перед лицом. Не бойтесь, я не такая девочка. Кто не знает, в Израиле нижнее белье дерьмового качества, именно трусы. Не знаю, почему они безумно дорогие и безумно фигового качества. И поэтому я, когда приезжаю в Европу, я сразу еду в Маркс Энг Спенсер и там затариваюсь разным нижним бельем, потому что он там намного дешевле, намного качественнее, чем у нас в стране. Можно что-либо купить. И да, поэтому для меня это не составляет никакой проблемы. Просто это я покупаю там. И обычно одежда из Маркс Энг Спенсер меня не очень интересует, потому что там, знаете, такой бабушкин английский стиль. И это не совсем мое, но у меня есть оттуда несколько вещей еще с того периода, когда Маркс Энг Спенсер был в Израиле. Да-да, было такое время, Маркс Энг Спенсер был в Израиле, находился он в Дизинго в центре, на месте, где сейчас находится Зара. И у меня есть до сих пор несколько вещей оттуда. И случайно иногда там выскакивают интересные вещи. И в этот раз выскочило вот такое вот джинсовое платье. Я его уже там в Праге обновила, поносила. Вот такое. И я думаю, как странно, я взяла сорокового размера, потому что, ну потому что я не такая маленькая, там, наверное, какие-то европейские размеры. Мне кажется, 38-40 это абсолютно мой размер, когда иногда у нас в Заре я одеваю на себя экстрасмол. Мне кажется, что это полный идиотизм, я не могу быть экстрасмол. Ну не уж я крупная, ну я не дистрофик, я нормальная. Так что вот такое вот платье, оно из джинса как раз такого, который нужен для платья. Обычно в Заре я нахожу, знаете, такой джинс, который как тряпка, он очень тонкий. Или если уж это нормально, адекватный джинс, оно будет стоить таких невероятных денег, которые оно не может стоить. Это стоило 60 евро, что мне кажется абсолютно-абсолютно приемлемо. И я тут прихожу потом в гостиницу и смотрю, думаю, как-то странно, мне так понравилось платье. Из Маркса Спенсера это совсем не моя тема. Я читаю Limited Edition, так что это какая-то ограниченная серия, то, что они выпустили, какие-то специальные какой-то одежды, да, специального дизайна. В общем, мне очень понравилось. И это теперь будет такой вот один из предметов гардероба, который будет со мной на много-много-много лет. И, да, по-моему, очень даже не слишком тонкий джинс, не слишком толстый джинс. Сделано все очень даже хорошо. Просто я очень-очень довольна. Есть здесь карманы, что, конечно же, не может не добавлять этому платью. В общем, великолепно. Села достаточно неплохо. Ну, как вы знаете, я не считаю, что готовое платье, оно должно на меня сесть, как в литое, и прямо нигде ничего не сборить. Но надо понимать, что это готовое платье. Если вы будете искать платье, которое на вас сядет, как в литое, вы никогда не купите платье, будет ходить в джинсах и в майке. Мне стрёмно ходить в джинсах и в майке, поэтому я иду на сделку с платьями. Где-то у меня было видео на эту тему. И покупаю что-то более такое. Итак, следующая покупка – это джинс, джинсовые, не джинсовые, кожаные. Кожаная куртка из Зары. Я её присмотрела у нас, но я не предполагала, что я её куплю в Праге, потому что обычно там нету в Заре ничего стоящего. У нас выбор намного лучше, но я захожу в Зару, и она там есть. Это вот такая вот потёртая кожаная куртка. Повесить, чтобы она поровнее выглядела. Видите, она здесь сделана как потёртая, здесь есть вот эти вот детали. У меня немало кожаных курток, и кто-то скажет, она совершенно похожа на твою предыдущую. Может быть, вы знаете, может быть и похожа, но я считаю, что у многих, кто любит косметику, 15-й хайлайтер тоже похож на 16-й, и 17-й парфюм похож на 251-й, но тут дело не в том, у кого что похоже, а дело в том, что кто что любит, кому что доставляет удовольствие. Я люблю кожаные куртки, они мне доставляют радость, поэтому я предпочитаю иметь много, и если даже кто-то не заметит, что сегодня на мне другая, и не оценит мой финансовый вклад, и не скажет, что какая же она богатая, у неё 5 курток, мне на это наплевать, я это вижу, разницу, я получаю от этого удовольствие, и это самое главное, я не собираюсь ни на кого производить впечатление тем, что у меня много кожаных курток, или тем, что не знаю, что там у меня ещё. Я это вижу, мне это в кайф, и это самое главное. Поэтому вот такая вот кожаная куртка, видите, она слегка такая, как будто краской заляпанная, потёртая, как будто вас валяли по дороге в этой куртке, здесь обычные детали. Ну, такая достаточно классическая косуха, она, сейчас я вам покажу свою прошлую, вы увидите, что они разные. Я уже близко, я почти вернулась. Видите, вот это моя прошлая, у неё здесь, как можно видеть, совсем другие детали. Здесь карманы идут, подмышку вот туда-назад, здесь вот эти есть строчки на руках, на плечах. Да, и вот это вот идёт вот так. И пояс, да. Видно? Да, это, соответственно, видите, совсем другая ситуация уже. Во-первых, другой тип кожи, во-вторых, она сама уже немножечко другая. Здесь есть вот эти вот на плечах детали, которых тут нет. Нету, соответственно, сейчас я пониже её повешу, чтобы было вам видно. Вот так лучше видно, да? Так что, соответственно, нет здесь то, что есть здесь. Здесь идёт строчка, здесь никакой строчки нет. Карманы, всё это по-другому. Здесь накладной карман, здесь нет. Здесь вот эта отрезная. И та же самая ситуация сзади. Здесь у нас, видите, такая спинка. Здесь всё гладко, нет никаких деталей. Тут есть небольшие крылышки. А здесь, как вы видите, ситуация совсем иная. И плюс ко всему, оно ещё, видите, так и, соответственно, прокрашено совсем иначе, что, мне кажется, очень добавляет ей характера. Так что, вот, курбку сейчас повешу за спиной и сяду, потому что больше мне показывать вам нечего. По-моему, я всё показала. Ещё была вот такая вот замечательная кепка, которую я купила в H&M. Я взяла размер medium, потому что, ну, у умных людей, знаете, голова большая. Она наполовину из шерсти, наполовину из полиэстера. И смотрится, на мой взгляд, просто потрясающе. Потрясающе стоило совершенно что-то какие-то 10 евро, что-то такое. Это кротик. Я купила вот такого замечательного крота. Я никогда не уезжаю из Праги, чтобы не купить очередного крота. Вот такого замечательного. Ха-ха-ха. И решила, что он будет жить у меня на сумке. Сейчас, когда мода, на сумке навешивать всякое разное барахло. Поэтому крот, надо ему отрезать только этикетку, а то как-то неприлично. Навешивайте на сумку барахло. Это прикольно. И это модно. Причём это модно уже очень давно. Но как-то сейчас прям попёрло. И обвешались барахлом практически все. Вот, наверное, на этом и всё. Большое спасибо всем за просмотр. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok